Волевые, дерзкие, страстные. Именно такое мнение бытует об обладательницах темной шевелюры. Психологи говорят, что стереотип о брюнетках сложился благодаря сказкам, где блондины сплошь принцы и феи, а брюнеты – злодеи и мачехи. Отсюда рождается некое представление о светловолосых людях, как о очень добрых, мягких, податливых, и о темноволосых людях, как наоборот, о очень волевых, даже жестких, страстных, таких очень активных. Видимо, поэтому существует миф, что мужчины предпочитают блондинок. Но так ли это? Кто вам больше нравится, брюнетки или блондинки? Брюнетки. Почему? Ну, так сложилось, эстетические брюнетки, скромные такие, возможно. Вам кто больше нравится, брюнетки или блондинки? Рыжие. Зинаковые все. Независимо от цвета волос. Да, мне вообще без разницы. То есть дело же в человеке, если он саморазвивается, это уже много значит. Брюнетки яркие, интересные, амбициозные, харизматичные. Ну, мне кажется, у них такая есть некая чертинка. Юля считает, что в ней эта чертовщинка тоже есть, несмотря на то, что жгучей брюнеткой ее назвать нельзя. Однажды я рассталась с парнем и решила, что мне нужно стать блондинкой. Это была ошибка. Я себя чувствовала не в своей тарелке, то есть, ну, это прям вообще не мое. Так же, как Юля, радикально меняют внешность из-за какого-либо психологического потрясения. И темные волосы выбирают заметно реже, рассказали нам в салоне красоты. Ну, натуральных блондинок у нас стало намного меньше, потому что, поэтому за блондом приходят, наверное, чаще, потому что натуральных брюнеток очень много и касается только окрашен, наверное, когда седина, либо когда хотят затонироваться из светлого в темный. День брюнеток – праздник неофициальный. Появился, вероятно, в ответ на День блондинок, который отметят уже в это воскресенье. Дорида Миллер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...